Можно ли кормящей маме яйца? Но сегодня давайте обсудим вопрос, можно ли кормящей маме яйца. Во время кормления грудью малыша ограничения в питании кормящей мамы встречаются очень часто. Не всегда они являются нужными и обоснованными. В вашей жизни произошло радостное событие, родился ребенок. С его появлением на свет приходится думать не только о себе, своем питании и восстановлении после родов, но и о том, как ваше питание повлияет на кроху. Что полезного в яйцах при ГВ? Всем нам известно, что яйца содержат в себе много полезных веществ, белки, которые легко усваиваются, холин, фолиевая кислота, биотин, селен, различные витамины, фосфор, магний, кальций, калий и другие. Все эти вещества являются полезными для кормящей мамы. Кормление грудью это не болезнь, хотя многие доктора в районной поликлинике могут рекомендовать придерживаться строгой диеты после родов. Кормящей маме есть куриные яйца можно и нужно. Единственное, что следует учесть, это то, что белок куриного яйца является аллергенным продуктом, поэтому его следует употреблять осторожно. Важно знать, что если яйцо вызывает аллергия у мамы, то сыпь может появиться и у малыша. Если никакой реакции нет, то можно кушать как сырые, так и вареные яйца кормящей маме. Что касается жареных яиц, то их лучше исключить из своего рациона. Поскольку жареные продукты питания вызывают тяжесть в желудке, может быть и сжога, ну и, конечно, все это сказывается на фигуре женщины, что немаловажно. Все правила питания при кормлении грудью, как отличить аллергию у ребенка от безопасного цветения грудничка, какая диета является. Самое эффективное, в 98% случаев, смотрите в интернет-курсе «Питание кормящей мамы без вреда для ребенка ИДЖИТИ, 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 если на куриное яйцо ребенок выдает аллергическую реакцию, то есть хорошая замена, это перепелиные яйца. Они диетические и очень полезные. Они также содержат множество витаминов и полезных веществ, а еще намного легче усваиваются. Для начала следует проваривать яйца, а через месяц можно выпивать сырые. Для того, чтобы уберечь свое здоровье и здоровье малыша, обязательно мойте яйца перед приготовлением, используйте тепловую обработку, что поможет уберечься от сальмониллеза. Только при использовании свежих и качественных продуктов в рационе кормящей мамы питание малыша будет полезным и сбалансированным. Свежесть яиц можно проверить таким способом, наполните стакан на одной-второй водой, положите в него яйцо. Если яйцо свежее и снесено совсем недавно, то оно опустится на дно стакана. Если ему больше недели, то оно будет вертикально плавать в стакане. А вот если яйцо сразу всплывет, то можете его выбрасывать, оно не свежее и кормящей мамочке его точно употреблять нельзя. Если ребенок после съеденных вами яиц стал капризным, он часто пукает, хочет быть только на ручках, плачет и краснеет. Если на коже малыша вы видите красные пятна, то это аллергия. Яйца придется временно исключить из своего питания. А вот проблемы с детским животиком мало зависят от вашего питания, соответственно никакая диета не поможет малышу. Тут нужны другие способы помощи ребенку. Как помочь ребенку при коликах без использования лекарств, чтобы еще сильнее не испортить детский желудок, смотрите в интернет-семинаре. Мягкий животик ИДЖИТИ, 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 питание при грудном вскармливании, о разных подходах и способах ввода в питание новых продуктов.